Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам обзор и распаковку лампы Sun 2C. В этом видео мы распакуем коробку, посмотрим что там внутри, также поближе посмотрим лампу. И еще в этом видео я хочу сделать сравнение со своей прошлой лампой. Прошлая лампа у меня была Sun 1. А также я в этом видео покажу вам, как я различаю оригинал от подделки. Итак, давайте приступим к распаковке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как мы поняли, что в коробке лежат три силиконовые накладки. Розовая, белая и серая. Возможно, раньше была фиолетовая вместо серой. Но сейчас вот серая. Серая мне нравится очень сильно. Мне прям очень сильно понравилась серая. Смотрится стильно. Также в коробке лежит инструкция. Обратите внимание, что там есть русский язык. Но самое большое разочарование было это адаптер, который шел с этой лампой. Вот так он выглядит. Как вы поняли, что здесь идет переходник на нашей розетке. Но все бы ничего. Но этот переходник такой формы, что он не влазит в мои розетки. Ни в розетки, ни в удлинители он не входит. Он не может просто туда зайти. Сделана у него форма неправильная. И поэтому я никак не могу подключить лампу к этому адаптеру. Но я нашла выход из этого. От прошлой лампы Sun One у меня остался адаптер. И я сравнила их по критериям. Посмотрела, что они совершенно одинаковые. И поэтому я могу им полностью пользоваться. Также у них, естественно, вход тот же самый. Вход и выход. Итак, я подключила. И у меня эта лампа работает с этим адаптером. Возможно, я ошиблась при заказе. И не увидела, что там идет адаптер с переходником на нашей розетке. В общем, я еще раз посмотрю. Скорее всего, я просто ошиблась и не увидела этого. Но на самом деле, я заказывала, когда Sun One была наша розетка. С нашей розеткой сразу адаптер. А также и другие лампы я тоже там заказывала в этом магазине. И тоже все было хорошо. Итак, давайте перейдем к сравнению. Лампы Sun 2C. Моей новой. И старые лампы Sun One. Лампа Sun One выглядит вот так. Она прослужила мне 2 года. И я стала замечать, что мои клиенты приходят ко мне с непросушенным гель-лаком. То есть, где-то что-то откололось на больших пальчиках. Либо на других. Ну, или черный цвет. Ну, в общем, какие-то сложные оттенки. Они не просыхают. Но не у всех. То есть, это единичный случай. И как только я стала это замечать, сразу поняла, что дело в лампе. Потому что Сташ у меня хороший. И я различаю, когда дело именно в лампе. Прослужила она мне 2 года. Поток клиентов у меня небольшой. И поэтому, верой и правдой, она мне все прослужила. И она до сих пор сушит. Все хорошо просыхает. Но вот не такая мощная, как была в самом начале. Поэтому я решила ее заменить. Всегда я меняю лампы. Как только я вижу, что старая лампа моя, все. Все светодиоды горят. Ни один не потух. Поэтому ей можно дальше пользоваться. Использовать ее для дизайнов. Или как запасную на всякий случай. Вдруг что случится. Но вот, по сути, ее уже нужно менять. Вот поэтому я решила заменить на вот эту лампу. Я хотела также взять Sun One. Опять, это же самое мне. Она, по сути, понравилась. И форма, и размер ее. Все мне в ней понравилось. Также кнопочки. Раньше у меня был дисплей на других лампах. Но даже без дисплея мне нормально. Особо это меня не напрягает без дисплея. Так что я хотела даже такую лампу заказать еще раз. Потому что она дешевле вот этой лампы. Ну, я решила попробовать что-то новое. И заказала вот эту лампу. Чем они отличаются? Во-первых, количеством светодиодов. Я напишу количество вот этой лампы. И вот этой для сравнения. Здесь больше. А значит, она должна быть лучше, мощнее и эффективнее. Так же, почему я решила взять эту лампу, а не вот эту. Потому что мне понравились в ней кнопочки резиновые. Мне понравилось, что они резиновые. Это как-то выглядит более эстетично. Звук более приятный. И приятненько трогать их. Все-таки наша работа должна быть приятной. Поэтому я решила взять ее. Так же, мне нравились вот эти насадочки, накладочки, которые можно менять. То есть, менять все время цвета. И, по сути, если она там загрязнится, запылится, можно ее поменять, постирать, помыть или что-то еще с ней сделать. В общем, это как элемент какого-то дизайна. В общем, прикольно. Согласитесь. Так же, мне понравилось дно у него, что можно приклеить сюда ножки. Ножки, резиновые ножки можно приклеить. И эти ножки, они были в комплекте. Но, если у вас их нет в комплекте, или у вас старая лампа, допустим, как санван, просто идите в какой-нибудь магазин мебельный и найдите там какие-нибудь ножки резиновые. С ножками резиновыми. Во-первых, она не гремит, когда мы ее ставим на стол. И она не двигается. То есть, она стоит устойчиво на столе. Поэтому это очень хорошо, потому что мои клиенты постоянно елозят эту лампу туда-сюда, туда-сюда. И мой стол превращается в сплошные царапины. Поэтому ножки, это очень круто. Что еще мне понравилось по сравнению с санван, что в санван таймер самый маленький на 5 секунд. В этой же лампе таймер самый маленький на 10 секунд. Это намного круче, потому что сушим какие-то рисунки, я так сушу, либо когда нужно чисто, ну на самом деле только рисунки. Какие-то закрепить какой-то дизайн быстро, чтобы он просто куда-нибудь не убежал. В общем, 10 секунд я считаю достаточно. А вот 5 секунд я считаю недостаточно. Допустим, черная гель-краска. Если какой-то там относительно толстый слой, он может не просохнуть. То есть, просохнуть только вверх этой гель-краски. А внизу потом уже не пропустится свет, и он уже не просохнет. Он будет скукоживаться, либо отойдет от токтя. Поэтому 5 секунд маловато. И я решила, что 10 секунд это очень круто. На самом деле, я не видела в лампах различия вот этого. То есть, я его не замечала. Но когда я узнала, когда посмотрела лампу, увидела это различие, я очень сильно обрадовалась. На самом деле, 5 секунд почти не использовала. Из-за вот этого, как раз из-за того, что ничего не успела просыхать. Также в лампе Sun 1 лампы по бокам находятся с... Вот их три, то есть вот так вот, таким треугольником. А в этой лампе Sun 2C, они находятся чуть ниже. И их там 4. И поэтому бок ноготка одного, либо нескольких, он просыхает лучше. Это 100%. То есть, когда они находятся ниже, это намного круче, чем он находится треугольником, как Sun 1. В общем-то, и все. Эта лампа немного больше, чем лампа Sun 1. Это нужно понимать. Вот, я потом покажу, как дно взяла из этой лампы Sun 1 и из лампы 2C. И сравнила, насколько больше эта лампа, примерно, чтобы вы понимали. А так, в общем-то, мне нравилась и Sun 1. Если вы задумываясь о покупке Sun 1, то Sun 1 отличная лампа. Также эта лампа чисто. Эстетически мне нравится больше. Так что я взяла эту лампу. Что бы выбрали вы, кстати? Напишите в комментариях, какая у вас сейчас лампа и какую бы вы хотели. Будет очень интересно. Давайте перейдем к тому, как я отличаю подделку и оригинал. В общем, давайте с самого начала начну. В моей жизни был такой момент, когда у меня была лампа такая огромная, ну, как у всех. Она УЭФ лампа, с такими большими лампами, которые нужно постоянно менять. И потом на рынок зашла фирма Sun 1. УЭФ, они изобрели гибридные светодиоды, которые сушат и УЭФ, и ЛЭД, отверждаемые материалы. И я, естественно, захотела тогда поменять свою вот эту старючую лампу на новую. И пошла в магазин ближайший. И я увидела эту лампу, она такая маленькая была. И я очень сильно ее хотела, мечтала. И я ее купила, пришла домой, накрасила свои типсы, чтобы опробовать. И, в общем-то, та лампа у меня, она и так, в моем понимании, должна намного лучше работать, намного быстрее, лучше просыхать. Но у нее не сушилось там вообще ничего. То есть и за долгое-долгое время ничего не просыхало. Ни красный лак, ни черный. И я пришла в магазин, сказала, вот смотрите, там все проверили, да, они сушатся. И, в общем-то, у меня получилось вернуть мои деньги. Но это мне еще повезло. Так ведь? Вот. И поэтому, потом я заказала на Алиэкспрессе у официального производителя этих ламп. И уже поняла, что можно наткнуться на подделку. Уже тогда, когда только-только они появились. Поэтому очень внимательно смотрим и выбираем лампы. Самый первый критерий, по которому можно определить, что это точно подделка. Это такой самый важный критерий, который можно даже просто на сайте листа и понять, что вот эта подделка, эта подделка, эта подделка, эта подделка. Вот. Я всегда обращаю внимание на название. Название фирмы. Название фирмы Sun UF. Sun UF. Nissan One. Nissan 2C. Sun UF. Дальше уже идут информации о том, что это UF и LED лампочки, да, технология. И далее уже мелким шрифтом у нас идет модель этой лампы. То, что вот это вот Sun 2C, Sun One. Это все модели ламп. Сама-то фирма какая? Sun UF. И всегда смотрим на фото. Любой ламп, должно быть Sun UF. Но бывает, что, допустим, на зоне, на вайлберисе заходишь, вроде бы, Sun UF на фото. Но смотришь отзывы, благо, когда они есть, это очень хорошо. Люди фотографируют свои лампы, и там у них не Sun UF, а Sun One. То есть прям буквами. Либо еще какая-то Sun. Но это точно подделка. Вот. Должно быть Sun UF. Также Sun UF написано везде на коробке. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Также обратите внимание, что на оригинальной продукции есть штрих-код. Вот он. Это штрих-код. Тут идет номер нашей лампы. Также, если мы снимем дно. Так можно проверять в магазинах. И видим вот здесь вот штрих-код с номером. Он должен совпадать с коробкой. У меня все совпадает. Это оригинальная продукция. Также не забывайте, что около включения, где идет, ну, где мы втыкаем адаптер, вот здесь есть тоже некая информация. Иногда на поддельных лампах там вообще ничего нету. Это тоже обратите внимание. Также чаще всего на лампе вот здесь нет никаких китайских иероглифов. Тут все на английском. Сан Уан у меня тоже оригинальное. Все легко и понятно, да? Ой, тоже у нас идет Сан Уэф. Дальше модель уже, да, идет. Только после этого модель. И то не Сан Уан, а Сан 1. То есть однерочка написана. Вот. И также мы снимаем крышку. И у нас здесь тоже есть штрих-код, который тоже совпадал с коробкой. Будьте очень внимательны, потому что поддельные лампы, это не обязательно рабочие лампы. Конечно, есть и рабочие, скорее всего, встречаются. Но часто от клиентов слышу о моей прошлой, у прошлого мастера была такая же лампа, как у тебя, но мы сушили там очень долгое время, потому что у нас там ничего не просыхало. Ну так вот, некоторые разочаровываются в таких лампах, потому что они просто берут подделки, и у них там ничего не просыхает. Вот и все. Я заметила, что очень много подделок. Прям на Зоне, на Вайлдбрисе, и даже в магазинах, где я беру гель-лаки. Вот. Но как подделки. То есть они-то пишут, производитель Сан-2, Сан-1 и все такое. То есть именно производителя так пишут. Поэтому в этом они, конечно, правы. То есть, скорее всего, какой-то производитель взял и назывался Сан-1 или Сан-2С и продает лампы под видом этих ламп. То есть полностью их копируют. Поэтому, конечно, в этом они правы, они указывают производителя. Но знайте, что производитель у этих ламп сам, у Уэв, Сан-Уэв. Я еще не встречала поддельных ламп, у которых бы так было написано. Вот. И обратите внимание на то, что цена не должна быть сильно низкой. Потому что у производителя есть определенная цена. И она не может быть 500, 600, 700 рублей. Потому что лампы это все-таки дорогостоящие, хоть и дешевые. По сравнению с другими лампами, да. Там с ОПА или с чем-то еще. Эти лампы относительно дешевые, но сильно дешевыми они не могут быть. Если лампа там стоит около 3000 рублей у производителя, она не может стоить 500 рублей. Обратите на это внимание, потому что дешевого у нас точно не будет. Зайдите на самого производителя, допустим, в Алиэкспрессе. Есть магазин, где этот производитель именно продает свои лампы. И там я и беру эти лампы, и я точно знаю, что они будут оригинальными. Я обязательно оставлю ссылки на магазин и на эту лампу. И там, конечно же, читайте тоже отзывы. Потому что и на Алиэкспрессе встречаются, ну, понятное дело, там тоже очень много поделок. У вас реально может сложиться плохое мнение о таких лампах. Также обратите внимание, что в инструкции чаще всего есть все языки, также и русский. А еще, именно в этой модели у вас должны быть обязательно накладки, 3 штуки. Не бывает такого, что, ой, производитель там забыл положить вам эти накладки. Извините меня, он их продает, он должен их туда положить. Если там их нет, скорее всего, это поделка. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Ставьте пальчики вверх, если она полезна. Давайте сейчас посмотрим и оценим, как эта лампа выглядит с тремя разными накладками. Какая вам больше нравится, напишите обязательно внизу в комментариях. А на этом все. Ставьте пальчики вверх, если вам была полезна эта информация. Подписывайтесь на мой канал. А также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok